Самый прославленный российский ресторатор все реже бывает в России. Это часть стратегии или тактический манюх Андрей Делосов расскажет сам. Приветствую, Андрей. Привет. Прошу вас. Спасибо. Андрей, вы знаете, сейчас в среде, которую принято называть креативной, очень популярен такой слоган «Пора валить». Я так понимаю, что вы предугадали это и, условно говоря, свалили несколько лет назад, запустив несколько проектов за океаном и во Франции. Ну, во-первых, этот вопрос мне задают довольно давно. Странно было бы не задать его. Логично. Так ты валишь или ты не валишь? Ответ. Уже валил. И делал это, собственно, в конце 80-х годов, и довольно надолго, и успешно. Вот это очень важный момент. Ну, в качестве художника. В качестве художника. Валил же. И работал там, и работал как художник сначала русский, потом французский, и все было замечательно. В одну и ту же воду вступать не собираюсь. Скучно, потому что про тамошнюю жизнь глобальную все для себя выяснил. И мне с ней все понятно. Поэтому второй раз валить не буду ни при каких обстоятельствах. А вот повыпендриваться там – святое дело. А повыпендриваться французские корни и французская фамилия помогают во Франции? Или все равно это де лос там российский живописец, ресторатор, новатор? А вот это зависит от обстоятельств. Потому что иногда я себя, когда надо, продаю как француза, а иногда как русского. Продаю или подаю на блюде. Это уж как угодно. Но для того, чтобы там привлечь внимание, надо так или иначе что-то отчебучить. И будет это французская моя сторона или русская, это меняется в зависимости от обстоятельств. Но, в принципе, глобальный ответ на вопрос – да, безусловно. Французские корни, знание французской психологии, французского менталитета и тем более опыт жизни там, они помогают очень здорово. Я думаю, что вряд ли я бы туда сунулся, если бы не было вот этого довольно длительного и обширного предыдущего опыта. А французский безупречный или все-таки с акцентом? – Опять в зависимости от обстоятельств. Когда я там, бывает такое, целую неделю без передыху говорю по-французски, даже тень акцента исчезает. Вот. А когда все-таки я больше верчусь здесь, но он как-то вот начинает появляться, причина еще в том, что любой человек, который хочет говорить на иностранном языке безупречно, он все равно немножко, если он не живет постоянно в среде, это я говорю как переводчик-профессионал, он немножко напрягается, он немножко форсирует этот момент, чтобы косить под носитель языка. А мне на это, грубо говоря, наплевать, поэтому я не напрягаюсь, иногда у меня, бывает, проскакивают и ошибочки, и интонационно что-то, ну потому что я просто говорю, как говорю, иногда я там, не выспавшийся. Бабах, что-то вот. – А в Америке на английском общаетесь с партнерами? – Конечно. А с ними на каком еще языке-то можно общаться? Нет, во время стройки… – Переводчику можно общаться на языке вот на таком. – Эти случаи бывали, это бывали случаи, кстати, на самом деле, это прежде всего касалось интервью, там, где ты не имеешь права на ошибку, где ошибка может тебе очень дорого стоить, ты напрягаешься, что-то упускаешь, не дай бог, что-то ляпнешь, тебе конец. – Вот это интересно про интервью. Есть разница вообще в методах работы, в манере ведения разговора и вообще между западными журналистами, с которыми приходится общаться, и российскими? – Нет, ну она глобальна, она глобальна, они очень злые. – Они злые? – Но мы-то агнцы наши. – Вот это да, неожиданно. – По сравнению с ихними. И там злость, она двоякая. Американская злость, там тебя начинает прессовать в процессе разговора практически сразу, да? Там задает каверзные вопросы, расставляет ловушки, ты в эти ловушки либо попадаешься, либо нет, в зависимости от этого он себя ведет, значит, ты когда видишь в его глазах восторг, ты понимаешь, все, что-то ляпнул. Он просто, вот, ты видишь чувство благодарности журналистской, и ты начинаешь тормозить, лихорадочно вспоминать, прокручиваешь, что что такое-то, это самое. Поэтому, как правило, если ты работаешь в Америке профессионально, рядом с тобой сидит пиар-агент, который так нежно тебя иногда поглаживает по руке. – Просто как адвокат в этих фильмах. – Абсолютно. И задача этого пиар-агента как раз не то, что, не цель его, не то, что ты сказал все правильно, а чтобы ты чего-нибудь не ляпнул. Русская наивная душа. – Все-таки душа русская, да, у Андрея Делоса? – Да, конечно, русская. – А вот как так получилось, что Делос единственный из российских рестораторов, который обладатель высшей профессиональной награды, там, звезды Мишлен. Но при этом эта звезда ведь, я насколько понимаю, за проект заокеанский. – Ну, скажем так, и на том спасибо, потому что, значит, давайте сразу проставим точки на «ды». Получить ближайшие годы, да, собственно, как и в предыдущие, а уж там, я думаю, в ближайшие десятилетия другое, звезду за российский ресторан – это никаких шансов. Потому что Мишлен – организация достаточно политизированная. И она очень тщательно следит за тем, чтобы люди были, ну, как бы, вот, ортодоксальны и в мейнстрим вписывались. Не вписываешься в мейнстрим, я имею в виду страну в данную ситуацию. Все, извините. Мишлен ведь очень сильно влияет на туризм. И они это прекрасно осознают, они себе цену знают в этом плане. Поэтому как-либо работать на Россию в их планы не вписывается. Откуда все я это знаю? Да, нюанс-то заключается в том, что мы все внутри этого ресторанного мирового рынка друг друга знаем очень неплохо. И там о существовании нашего дома и о существовании там меня самого, они прекрасно все про меня знают. Дом де лосса имеется в виду, дом де лосса. Конечно, конечно. Они все прекрасно знают. Так что у меня неоднократно были с ними разборки достаточно жесткие. Все равно под лозунгом «ребята, а что не едете там?» Очень каверзный вопрос. Они уходят, потому что разговариваю я в основном с французами. Что надо здесь понимать? Что в Америке, вот это самое важное, Мишлен не французский, а Мишлен американский. Там рулят американцы, они определяют твой статус и так далее. И что главное, так что забудем про Россию на ближайшее время и ее мишленовское будущее, лучше сейчас об этом не говорить. А что касается Америки, ведь в каждой статье, которая писала про Беттани, все начиналось с того, они меня называют русский ресторанный царь. И что я не иммигрант, и что я не планирую поселиться в Соединенных Штатах Америки. Вот дурень-то. И поэтому это совершенно непростительно. Так что там статья каждая начинает, что меня немножко валяют. А за что? За то, что я русский ресторанный царь. А, понятно, по определению. Как они там написали? Зильонер. Ну, это все в интернете, про зильонера, значит, это самое. А затем они все-таки глобально признают, как это вот сделала Нью-Йорк Таймс, которая дала три звезды, что мы все-таки дом-то профессиональный оказывается, несмотря на наше подозрительное русское происхождение. И то, что американцы в момент пика санкций дают звезду, ну, я сейчас могу, конечно, тут это самое глазки потупить и носком ноги тут что-то поделать, но это круто. Да, я считаю, что круто. Это реально круто. Ну, что для меня это означает? Что все равно то, что вот говорят про войну элит, вот что сейчас то, что происходит, это двойная элит, да? А где-то ниже, наверное, либо люди сопротивляются, либо просто этого не замечают, они делают свои дела. Ну, понятно, что Мишлен сориентирован, прежде всего, на туристическую отрасль, но ведь есть давление и богемные среды, а известно, что все звезды, которые приезжают сюда, ну, все, они ходят куда? Да, прежде всего, в Пушкин. У меня недавно летом снимался здесь фильм, и был Байлин, такая, ну, китаянка голливудская, наверняка в лицо, знаете, и старик Роберт, Эрик Робертс, брат звезды Джули. У обоих просто от Турандот снесло крышу, просто они же любят поговорить, ну, про что говорить, что значит в Москве? Просто сходят с ума, абсолютно. Это же вот то, что называется из уста в уста, реклама работает, они приезжают, первым делом они спрашивают, где здесь у вас, это кафе Пушкин, и все, что рядом. Это же тоже помогает, наверное? Да, конечно, помогает. Мы особенно не пиарим все это там, ну, например, сказать, что в Турандоте его оккупировали на несколько дней вся команда «Эвенджерс». Как они называются у нас? Мстители? Мстители, да. Мстители, что они там сидели, они там кутили, они там играли на рояле, пели, развлекались и так далее, и так далее. У меня есть любительские фотки, которые я все равно публиковать не буду, ну, потому что как-то вот я не знаю. Но это здорово, это здорово. Джонни Депп этот, который, значит, вышел с этой головой осетрины гордо с пакетом, ну, это действительно здорово. Ну, конечно, народ избавовался, да, я рассказываю один и тот же анекдот, как подхожу к директору Пушкину, говорю, кто в последнее время был? Он говорит, ну, вот был тот, и тот, а так особенно, я говорю, звезды. Он говорит, нет, звезд вот последние дни не было. А, нет, вчера Анжелина Джоли была, а так нет, больше никого. Это правда, я сейчас вот то, что я рассказываю, это реально. Да, они, конечно, когда я начинаю по этому поводу наезжать, они мне говорят, Андрей Константинович, вы нас сами учили, для нас каждый клиент одинаково дорог. Ну, что ты скажешь? Это так. Нет, а потом ведь еще, это ведь то, что называется, есть такой термин промокать, это уже промокает уже и на экраны, потому что форс-мажор в сериале, там просто один герой другому, там что-то вот говорит про десерты, но это про Париж. Что-то говорит, он сказал, лучшая кондитерская Парижа. Ну, это подарок, который, я даже не знаю, ему цены нет, учитывая то, что сериал топовый, это подарок из подарков, потому что, ну, у меня телефон взорвался, мне звонил весь мир в этот момент, потому что как-то так получилось, что эта серия одновременно вышла. А сейчас, да, сейчас они одновременно премьера, да, во всем мире, да? Да, 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 и это было, вот это реально был большой подарок, потому что вот этот бесплатный продакт-плейсмент, который они устроили, никто не хотел верить, все кричали, сколько миллионов ты заплатил? Это круто в том плане, что с какого-то, с какого-то момента марка действительно начинает работать сама на себе. Тут произошла недавно трогательная история, стоим с директором кафе Пушкин на Сан-Жермене и подходит... Кафе Пушкин, который на Сан-Жермене, с тем директором, этих, кто уже кафе Пушкин, уже три. Уже директоров, да, с французским. И подходит стайка американцев, да, и смотрит с восторгом на надпись «Кафе Пушкин», ее можно прочесть на всех языках, такая, и какой-то явный лидер этой группы говорит, вот, посмотрите, и в Париже наша знаменитая американская марка «Кафе Пушкин», мы легли просто. Но вот это называется, вот так это делает, случилось и случилось. Но кондитерская ведь в этом году 10 лет уже, да, наше 5-м году парижская кондитерская была открыта, если я не ошибаюсь. Слушайте, я не помню, по-моему, ну, лет 7. И вот пусть они здесь 10 лет еще, еще один кафе Пушкин открылся. Да? Два кафе Пушкин теперь в Париже, в Москве это один. Две кондитерские, одна кондитерская с террасой на улице, где мы борщ в стакане продаем, вот, с пирожками и салатики, и один ресторан, вот, Бросри, да, на Сан-Жермене. То есть их уже 3 точки. Не так давно, по-моему, в этом году, в начале года, вы стали еще и мушкетером, официальным, настоящим таким мушкетером. Это как-то связано с французским проектом? Ну, вообще, расскажите про эту вот, про эту историю. Нет, ну, это замечательно. Во-первых, это абсолютно восхитительный персонаж. Де Монтескью, он Де Монтескью Д'Артаньян, да, он... Он наследник того самого, да? Он, как гласит легенда, в Гасконне у него замок, в котором вообще родился Д'Артаньян. И он его потомок. Де Монтескью на сегодняшний день, вот, две фамилии слились, это самая старинная аристократическая фамилия Франции. Он реальный герцог, здесь без дураков, неграф какой-нибудь. Вот, и он красавец, конечно, он романтичный, он яркий. Вот это вот то, как русские себе представляют французов, на самом деле. И то, что он организовал эту ассоциацию, это сообщество мушкетеров, куда там входят всякие принты Альберты, принцы Альберты, Леонардо Ди Каприо и прочее, прочее, ну, это здорово. Ну, взрослые, я понимаю, что взрослые мужики играют в какую-то игру со шпагами. А там реально посвящение со шпагой, вот со всеми вот этими атрибутами? Там посвящение просто, там красота, красота. Все становятся, я видел, как очень серьезные, очень заслуженные, солидные люди просто разом превращались в детей, когда это происходило. Разом, под восторг в глазах было невероятно. И, конечно, это очень лестно, то, что это происходит в Турандоте. Это здорово, потому что это, ну как, сейчас так стало мало этого в жизни всего. Этого не хватает. И ты вдруг чувствуешь себя, ты хочешь, да, хватать шпагу и куда-то в этот момент рваться на абордаж или там брать какую-нибудь крепость. Это здорово. А вот если мы говорим о том, что недавно случилось в жизни ресторатора Делоса, самое последнее, что было открыто в принципе Делосом, и что последнее было в России? И будет ли в России еще что-нибудь открыто? Ну, в России мы открыли два ресторана в прошлом году, это много, так что здесь передохнем. Следующее открытие будет уже в 2016, я думаю. Это «Оранж-3» и «Фаренгейт». Это открыто были, да? Да, это были открыто. «Фаренгейт» был, собственно, открыт меньше года назад, получается, да. А последнее открытие было в Париже, это «Сан-Жермен», это «Брасрия Пушкин». Сумасшедшее было открытие, абсолютно невероятное. И, ну, оно для меня, ну как, ну, я был фанатичный всегда поклонник французского кино, да. И две такие фамилии, как Изабель Аджиани и Фани Ордан, ну как, ну это святое, это вот сердце начинает биться в этот момент невероятно, когда ты их видишь на экране, а здесь вот ты с ними сидишь вот так и разговариваешь. Да, и девчонки в восторге, они девчонки. Это неважно какой возраст, потому что Фани Ордан, она реально близкая подруга, но она же женщина в ампт на экране, да. В жизни эта проказница, эта хулиганка, провокатор невероятный, это реальная девочка. И они обе такие, каждая по-своему, но, конечно, открытие состоялось, потому что это было здорово. Народу набилось какое-то невероятное количество, я реально испугался, потому что слишком много было. Потом выяснилось, что французы, они обожают вот когда вот так битком, потому что было очень много звезд. Ну, в общем, привлекло внимание это открытие, что, наверное, неудивительно, это название «Кафе Пушкин». Вот здесь оно работает, потому что песня Натали, это все равно вот это подмосковные вечера русских. Как соберутся выпьют, так и поют. Про девчонок пошел разговор, по ситуации я вспомнил про девчонку, которую зовут Женя, про вашу супругу. И еще про одну девчонку, вы же третий раз стали родителем. Каково это вот уже в нашем возрасте, когда уже, в общем, внуками пора взводиться? Наверное, я сейчас знаю одно, что, наверное, это и есть тот возраст, в котором надо рожать как подорванным. Потому что это совсем другие ощущения. Вот когда уже в этом возрасте, это совсем другие ощущения. Там тебе немножко не до них, тебе надо мир завоевывать, тебе надо дела вершить. И ты все равно не способен им уделить столько времени, как сейчас. А как назвали? Ну, так получилось чисто ситуативно, что она родилась во Франции, да, и назвали, естественно, Маша. А как еще? То есть она Мария Андреевна? Она Мария Андреевна, да. А потом... Мне нравится, что получилось, что родилась во Франции, что так получилось. Дело в том, что получилось действительно так. И мне просто надо было в тот момент находиться там, а вот я не хотел повторения истории с кафе Пушкин, где я с открытием и со строительством кафе Пушкин, где я сидел здесь, а Женя сидела во Франции, и звонила мне каждые там полчаса и говорила, сейчас рожу. Я находился в состоянии тяжелой истерики из-за этого, это было психологически тяжело. Но мне повезло, сын дождался, да, там, я открыл кафе Пушкин какого? Второго или третьего числа, не помню. Он родился 17-го. Так что здесь повезло. А тут-то было все ясно, мне надо было открывать, так что они там и сидели, слава богу, все под боком. И я потом приезжаю, мэрию регистрирую, потому что там тебе дается 24 часа на регистрацию, и мне говорят, а второе имя? Я говорю, второе. Я начинаю что-то истерически звонить Жене, они говорят, надо второе. Вот, Женя трубку не берет, она с ребенком занята, а мне регистрировать надо. Я выпалил Диана. То есть это спонтанно было, мне не обговаривалось? Маша-то обговаривалась задолго. Нет, я имею в виду второе. А вот Диану я выпалил сходу, потому что это мой любимый и античный ренессансный персонаж. Просто-напросто. Вот, и поэтому вот так и получилось. Но потом сама выберет. А на она Делос, Мария Диана? Почему конечно? А вот у Жени, я так понимаю, что она не взяла фамилию супруга или нет? Или ошибаюсь? Ну, кому как нравится, у нее был выбор, а у этой-то выбора нету. А чем кормят в семье Делос? Вот интересно, что вот вы, имея возможность, в общем-то, питаться любой кухней, вот как вы в этом смысле упражняетесь? Неблагодарное это дело, рассказывать про питание человека, убитого питанием, неблагодарное. Я знаю, я просто скажу, что вот я прихожу в какой-то ресторан, профессиональный, если во Франции, например, там или в Америке, и начинаю делать заказ, заказ под себя. Официант некоторое время меня слушает, потом говорит, извините, подходит метродотель, уже опытный, седовласый, начинает записывать, что я говорю. Потом смотрит на меня и говорит, вы, простите, случайно, не из ресторанного бизнеса? Вот так, потому что это в любом случае заказ извращенца. Нормального там заказа не жди. И, в общем, лучше не, вот, людей не беспокоить этими страшными историями про то, чем питается ресторатор. Это, в общем, лучше. Я понял, да. Вот, мы финишируем вот такой игрой вправду, Андрей. Значит, как это выглядит? В этом красном мешочке есть фишки, надо выбрать оттуда наугад одну. Так. Так, да. И сказать, какого она цвета, соответствующего цвета, выбрать и карточку. Это белое. А это белое, это свободный вопрос, на них ничего не записывают, это я сам тогда задам. Да, молодец, свободный вопрос, да, отлично. В декабре этого года будет годовщина. Вот 60, это серьезный рубеж? Я уже давно, я переживал только одну цифру. Я переживал 30. У меня мир перевернулся, когда мне грянуло 30, потому что я просто понял, что... Да много чего я понял. Там столько мыслей нахлынуло, невероятное количество, и то, что теперь надо отвечать за все. И то, что я уже не юный мальчик, а юность у меня была веселая, жаловаться не приходится. Я же, в общем, всегда был максималист, поэтому и пахал, и зарабатывал, и это же все прогуливал. Такое, в общем, все было буйное. А затем я просто... Я смирился. Я чувствую себя вот так, как я чувствую. Пока мне интересно жить, ведь самое страшное... Какой страх меня подгонял всю мою жизнь? Я очень боялся заскучать. Вот это самое страшное, то, что вот мне грязилось. И это меня гнало как-то вперед. И то, что вот пока я не заскучал, значит, я возраста просто не замечаю. Никаке, кстати, действительно так. И слава богу. А если заскучаю, ну, я думаю, я как-нибудь себя развлеку. А вот если мы уже по теме детей коснулись, сын не собирается по стопам отца? А куда он денется? А, то есть да, будет ресторатором? Ну, он уже давно горит этой мыслью, я же умею продавать, да? Иначе плохим бы я был ресторатором. Вот я ему продал легенду о ресторанах, я ему показал этот волшебный мир так, как надо было показать мальчику, чтобы его завести. Но он завелся. Я не знаю, завелись ли вы, я завелся, потому что не всегда с Андреем Дуласом очень интересно разговаривать, потому что его знают как ресторатора, а он, в общем-то, художник. Он художник кухни, он художник по образованию, по призванию и вообще по жизни. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.